книга открытым оком тема священства том 10 вопрос 2340 многие верующие говорят что кто кого в чем судит тот в том же и сам впадает так ли и почему приведите примеры и как уметь отстоять свои правильные убеждения если архиерей тебя преследует отвечает игнатий тихонович лапкин во всем любовь к богу к библии и к тому с кем конфликт у нас были исключительно натянутые отношения с нашим архиереем но по милости великого бога теперь все иначе не знаю что будет завтра но наша позиция неизменно и по сей день обвинение меня в расколе обрушилась всей страшной тяжестью теперь на самого архиерея дословно он попал в мое положение как я никогда перед ним не комментируя письмо епископа как он совсем даже не мое а надуманная им самим хотя он слова берет из моего письма не говорю что я святей епископа но он же на меня наседал и грозился лишить духовного наследия моего меня а не я его псалом 929 сидит у засаде за двором в потаенных местах убивает невинного глаза его подсматривают за бедным псалом 36 32 нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его здравствуйте игнатий тихонович получил ваше письмо со статьей под про церковнославянский язык крайне удручен содержанием и стилем этой статьи во-первых вы вопреки здравому рассудку называете церковнославянский язык мертвым которым никто ни с кем не разговаривает неправда я мои родители мои братья и сестры по плоти и по духу как и миллионы верующих славян разговаривают на этом понятном уму и сердцу языке с богом даже если будете настаивать что это только для меня сей язык понятен называть его мертвым вы имеете право только лишь после моей смерти на указанной неправде поставлена вся статья ведь тексты священного писания говорят не о родном старинном наречии а о чужом от вавилона отделенном люди разного воспитания или мировоззрения говорят друг другу на общем наречии мы говорим на разных языках вот и вы говорите на ином неправославном языке не желая слушать заранее насторожившись не понимать никаких возражений никогда священное писание не принесет пользы не принесет плода для которого предназначено если им пользоваться в качестве подпорок личного мнения если даже предположить что сами вы возьметесь доказать что церковно-славянский язык необходим то вы со своими знаниями а еще больше со своим способом приводить строки священного писать строки священного писания имеющим косвенное отношение а порой даже не по теме статьи можете с таким же успехом привести больше цитат священного писания и больше ссылок как на священное писание так и на творение святых отцов увлекаясь доказательством своего мнения вы даже не соизволили уделить внимание тому что сами подводите читателя к противоположному логическому выводу вы говорите что в переводах священного писания еретики действовали намного успешнее и благоразумнее православных но где же плоды этих успешных действий где добрые плоды православных церквей в которых богослужение не один десяток лет ведется на их современном разговорном наречии например американская метрополия сурожская епархия ведь напротив модернизм в языке потянул за собой такую цепь отступлений что и православие то едва проглядывается и нравственность не блещет даже по сравнению с нами это же вероломство сослаться свое оправдание на то что противоположное доказываемому одно из самых важных свойств священного писания а именно его сокровенность невозможность познания изучения рациональным способом вами полностью проигнорировано мало об этом свете священного писания святых отцов и самого господа нашего иисуса христа и уж совсем ни к чему вы дерзнули ехидничать над святыми христа ради юродивыми и праздниками покрова пресвятой богородицы кстати сказать кришнаиты бахвалятся тем что в их религиозной системе буквально все понятно однажды они так и наседали на меня вот у нас все понятно значит истина у нас в угоду своим амбициям вы всех нас ревнителей церковнославянского языка обвиняете в пьянстве и алчности в желании скрывать от народа слово божие по отношению ко многим архиереям и пастырям это беспросветная бессовестная клевета так может писать лишь тот кто хочет порвать с церковью и не просто уйти а грамоподобно хлопнув дверью или это временное помрачение ума или прогрессирующая по малу прелесть бесовская гордыня самоуверенностью питаемая я не хочу оставлять без последствий столь грубого вашего поступка агрессивности и лжи предполагаю принять такие меры первое запрещение публикации без церковной цензуры просить вас о публичном же покаянии в написанной данной статье если такового не будет второе запрет катехизаторской деятельности публикация моего ответа и второй призыв к покаянию третье если вновь будете упорствовать отлучение от церкви епископ и в тихий скобочках получил 11 сентября 1995 года знание описания одухотворяет события любые все вещи и детали на что не посмотрю за скрытыми дверями из самой что не есть брони и лучшие стали во свете вечности рассмотрим этот день свою кровать и первые шаги про образ воскресения из под завалов стен покровы одеял наркоз из сна в мозги делами праведности душу обликать повсюду отрекаясь помощи бесовской христа незримого узрю на облаках земли сгоревший почерневший остов с молитвой дверь поутру отворю она прообразует мне иисуса знак отречения от мира это крюк врагов губителей к нам за порог не впустит потею обрабатывая землю в единственную душу насаждая злаки учению апостольскому внемлют что за труды динари им заплатят пропалываю сорняки грехи и постоянная нужда в поливе раскаяния проповедью сетью не рыба для ухи а души как гласит священное писание все из христа к нему и возвратиться в любом кому я помощь окажу святая истина к себе подобная птица а было время жил как бы навозный жук дорога пыльная политики шумиха по мысля покаянием очистил помылся покаянием очистил согрешение и бога ощутил в движении ветра тихом вот ястреб ловит голубя душа моя мишенью необозримые вокруг учителя сопровождают сонного в постель могилу нам руки женщины не сладость а петля в сердцах сбербанки стих накопит силу 2 октября 2004 года игнатий лапкин это наш епископ это вот там ну что он говорит все разговаривают миллионы людей на славянском языке я ни одного не встретил человека за всю жизнь который на церковном славянском разговаривали как на русском выкинке вот и даже тихо творение мое вот это одно им никогда не перевести там в словах то слог эти плеты это неверный совершенно не так дальше загрозился он на три года чтобы мы нигде не упоминали по что на русском языке надо там три года 23 мая как сейчас было это И мы три года нигде ничего не говорили, делали так же, служили, все. 23 мая через три года мы открыто тогда сказали, время кончилось. Конечно, он ни в питью не может накладывать. Мы выдержали. Вот. Понимают люди, не понимают. Они за язык этот держатся. А то мусульман вообще арабский язык ни один не знает. Отдает единство. Единство в чем? Единство в грехе и святости. Потому что святости неизвестны, есть книга. Она книга не считается. Это точно так же. Вот он грозился батюшку под запрет, а меня отключить совсем от святости. Короче, он власти такой не имеет. Ему это не домой, не где. Это так. Сказала, да, что он не отвечает за это. Но дальше-то впереди-то, что будет-то, это вот так держаться. Когда поехали за рубежом, он еще вечером выступал. Под каким видом на соединение идти с московской патриархией? А утром встал, и все ему в крови и ночи было, надо соединяться. У всех нас шатнулись от него, и у них никого нету. Он один остался. Вот который пошел Агафанга, там вот пошел, другие эти, не понятно все. А этот нет, мгновенные изменения. И это никуда не денешь. Так оно было. Ну а потом-то, если еще, да, объединение, если там речи не было, там объединения вечно не было. Ах, так и наличие там признание благодатности друг друга. И сейчас-то речь о другом идет. Он навалился. Это из-за чего? Прочитать статью, она полностью моя статья, Писану Православию, Ословие называется. Никто никогда никак не сможет опровергнуть. Он не понимает, что это стоит. А вот это Фанзотворник говорит, сегодня, завтра, сегодня, завтра. Ну когда-то надо переводить это все. Что же ты, никакой нету состоят люди-то? Не знание языка, не проповедь, это сектанство. А сектанство сегодня уже больше, чем полмиллиарда. Православных уже раз на три меньше. И все-таки через слово. Профухали, все. Нишли, проповедовали, Танилов, Аккорь, что они, и нас, и благослужение все заняло, главное. Но благослужение-то непонятное. Даже это непонятно. А то дело, там, опрокинулся, помолился и пошел. Так он мусульман, они вообще ничего не знают. Мы хуже были бы, если бы не, это не евангельское слово, но у нас тут перевод есть на руках. У них перевода нет ни одного. И ждать переводить на сегодняшний день. Так и здесь. Батюшка как-то приехал, а он один там что-то считает, это диаком. Священники сидят на скамейке разговаривают. А почему же? Там он говорит по-русски сейчас. Сам переводит на русский язык. Вот Георгий, это такой как писатель там был, он как раз говорит, писал об этом. Как неизвестно, что братья Латкины переномили епископ. Он так был за церковно-славянский. А сейчас только русский добавим молитву. Вот еще один из примеров. И он, значит, ничего из этого, что он сделал, не сделал, да и как. А потом у нас фотографии, он приехал сюда и пошел к нам на занятия. В университете, Алтайский государственный технический университет, 410-я аудитория, корпус В сидит. И мало того, вышел еще, я попросил его слово сказать. Это абсолютно другой человек был. А потом мы тут встречались уже с местным епископом. Местный и он тоже был. И он говорит, давай за меня наступать. Я говорю, как? Да вы знаете его как? Я как-то, говорит, ехал, замерз, кухенька, говорит, у меня на голове. А он, говорит, снял шапку с себя и надел мне прямо на скукейку. А ты какая же у него голова-то, насколько больше моей-то? На мою шапку свою шапку надел, говорит. Доказательства. Это все в прошлом. Мы расстались, и мы когда ездили на его благовестие, мы у него останавливались, ночевали у него, он доставлял нас, и мы поехали. Но я бы мог это не встречать, никто бы не знал. А зачем? Ну тут, конечно, я поношусь, опровергаюсь архиереям, ну и что? Это все временно, мы не уступили ни в чем, но послушались, когда он наложил эпитемию. Вот еще один из примеров показывает, что не надо гордебащить, не надо тут свое искать. А мы молились три года. А сейчас приезжает митрополит, вместо Сергия, у нас служба всегда шла на чемпионы славянства. А то, что из Евангелия, из Библии, по Риме, это все на русском, по синодарному переводу. И эти диаколи выходят, считаются, спотыкаются, по-русски не могут считать. Прямо. Ну вот и что, тебе не надо говорить, как архиереи как к нам относятся. Все изменилось, хотя он напрямую не подчиняется. И он-то перешел в московскую патриархию, а мы-то и перешли, а он как раз... То есть те, которые нас поносили, они первые туда пали, а мы как стояли, стоим прямо. Вот и весь ответ. Все на этом. С Богом! С Богом!